Какие могут быть причины игровой зависимости на деньги? Ну какие? У Бога разные существа созданы для разных целей, в том числе у него есть вот такие существа, я бы их назвала, демонами их не назовёшь, потому что они напрямую вас не разрушают, им нужна чья-то энергия для того, чтобы развиваться. То есть вот эти существа живут на системах, которые созданы для игровых целей, так скажем. И когда вы приближаетесь к этим системам, если в общем-то не против, это существо поселяется в вашей оболочке, и оно в вас живёт. И когда вы играете, играете, играете на деньги, это не вы играете, это играет то существо, которое играет с им самим уже созданной системой. Ну то есть у них там есть тоже главный, который создал эту систему, и вот там 10, 15, 150 миллионов этих существ играют в эту систему. Это как вы играете в салочки. У вас есть один ведущий, допустим, и там остальные участники. То есть вы для них это ходячий энергообъект, с помощью которого можно поиграть в эту игру, отжав у него немного энергии. То есть помните об этом. В простонародье это называется «демоны одержали», но я буду более, так скажем, уйдём от мистификации, как говорит Григорий, религиозной мистификации, и прямо скажем, кто живёт в вашей тонкополевой системе и кто за вас играет. То есть хотите избавиться от этого, пожалуйста, у нас есть проект «Избавление от зависимости» или проект «Реконструкция». Добро пожаловать, мы можем вам справиться с этой проблемой. Вы, в принципе, и сами можете справиться с этой проблемой, просто поговорив с Богом, с тем, кто вас создал. Сядьте вечером и поговорите с Богом, скажите, что больше не хотите этим заниматься и попросите помощи. Григорий, добавишь что-нибудь? Проблема игровых автоматов, проблема казино – это проблема паразитической системы, и то и другое было создано паразитической системой. Эта система в основном обслуживает паразитические существа. Если вы знаете, то большая часть денег, которая проходит через игровые автоматы и через казино, то есть процентов больше 90, она уходит некому хозяину. Система построена так, что вам выиграть очень сложно. То есть в основном вы приходите отдать свои деньги. Оно основано на желании человека заработать деньги, ничего не сделав. То есть на желании эго. А вдруг я пойду и ничего не сделаю, заработаю деньги. То есть не произведя никакого ресурса, вдруг получу этот ресурс. И, соответственно, это позиция человека ленивого и жадного. Ну, плюс еще амбициозного. Ну, больше ленивого и жадного. И на этой линии жадность, казино, игровые автоматы людей любят. Ну, плюс есть люди еще увлекающиеся. Для них эти вещи просто игра. То есть просто интересно играть. То есть для них это азарт. То есть еще эффект азарта. То есть когда человек не способен контролировать себя. Внутри человека тоже могут жить определенные существа. В творческом человеке живут творческие существа на биополевом уровне. В человеке агрессивном. Агрессивные существа. В войне живут люди, которые развивают его дух, например. Его волевые качества. И существа, которые обучаются и которые по своей природе склонны к увлекаемости. По своей системе. Это даже в известной степени относится к лотереи. То есть эта система в целом паразитическая. Можно в первую очередь понять, куда идут эти деньги и что вкладывается в эту систему. Если бы еще деньги, которые зарабатывает эта система, шли на какие-то социальные проекты. Еще ничего. Но в основном это идет кому-то в карман. Возьмите, например, известные игровые центры, существующие, например, в Штатах. Куда это идет? Кому-то в карман. То есть приезжают люди с заработанными деньгами. И те люди, которые это организуют, просто в основном складывают эти выигрыши себе в карман. То есть не дав человеку практически ничего. Только дав человеку некий условный шанс из ничего получить деньги. Как правило, стремление человека получить деньги, ничего не сделав. То есть это определенная политическая тенденция. То есть получить ресурс, ничего для этого не сделав. То есть не выполнив работы. Ни механической, ни душевной, ни духовной, используя интеллект. Поэтому нужно понимать, что если вы хотите получить деньги, ничего не сделав, то у вас рождается паразитическое мировоззрение. Это паразитическое мировоззрение будет затягивать вас в ситуацию, когда у вас будет идти разрушение. Когда у вас будет что-то ломаться, у вас будут отнимать какие-то ресурсы. Например, непосредственно отнимать деньги. Сколько людей выиграло деньги, например, в казино, сколько людей выиграло на автоматах, сколько проиграло. 90% проиграло. Я слышал, что на Западе есть автоматы, которые возвращают до 90%. Но все равно это 9 человек теряют деньги, а один получает. 9 человек приходят, чтобы улучшить свою жизнь, материальное положение, и уходят еще более бедными. Я думаю, что бедными и расстроенными, поскольку мало кто может проиграть деньги, и после этого оставаться в нормальном состоянии. Поэтому нужно понимать, что у вас тянет в автомат. Если вы человек увлекающийся, то играйте в игры. Настольные игры, в шахматы, в карты. И не делайте это на деньги, делайте это ради развития. Карты, шахматы, какие-то еще игры могут тренировать у вас какие-то качества. Интуицию, память, умение считать, умение логические мысли. Это они хоть к чему-то приводят. Играйте с друзьями, играйте не ради денег. В конце концов, играйте на сухарики, играйте на какие-нибудь правильные конфетки. Что-то такое, что было символическим. Я когда был маленьким, мы играли в лото на копейки какие-то. То есть эти деньги ничего не значили. Это давал некий внешний азарт. Дети, может быть, эти копейки что-то значили, а для взрослых не значило это ничего. Но это так вот, для затравки было сделано. Я вам рекомендую, если вы человек увлекающийся и любите играть, то есть найдите ту игру, которая будет вас развивать. То есть казино, игровые автоматы, компьютерные игры, они вас развивать не будут. То есть там какой-то эффект, например, компьютерный игрок, он ничтожный есть, небольшой эффект есть. Но то, что вы теряете, много больше. Плюс за этими вещами это политическая система. В частности, практически 100%, может, 99%, за единичным исключением игр, это политическая система, которая пробирается в ваше сознание, в вашу структуру и ставит на вас на полевом уровне управляющие конструкции. То есть делает из вас своего рода накомана, только игрового. При этом в зависимость попадают как дети, так и зрелые люди, так и пожилые. Известен факт, что, например, в Китае около 40 тысяч человек лечатся в специальных больницах. Такие же люди есть и в России. У меня знакомая рассказывала, когда люди играют на работе, играют дома ночью, то есть у которых, вовсе уходит временно на сон, и основные заработанные деньги, они опять же тратят на игру. Поэтому, если у вас есть клонность к игре, вы поймите, что вы пытаетесь этому добиться. То есть получить деньги, не сделав ничего. То есть какая-то паразитическая идея. То есть ничего не делая, получать ресурсы. То есть идея паразитизма. То есть от этой идеи нужно избавляться, иначе она изнутри вас разрушит. То есть вас как человека разумного, человека духовного. Если все-таки вы очень любите играть, то пусть это будут такие настольные игры, в которых не участвуют деньги. То есть играйте со своими друзьями, играйте со своими близкими. Играйте ради азарта, играйте ради того, чтобы себе что-то тренировать, чтобы игра привела к какому-то результату, то есть результату внутреннему. Вы чему-то научились. Научились чувствовать, научились читать, развили свою память, развили свое внимание, научились логически мыслить, развили образное восприятие. Что-то, что вас принесет. Все, что происходит в вашем мире, это обучающая программа. То есть если вы, делая что-то, к чему-то пришли, что-то к себе приобрели, это имеет смысл. Если вы пришли в казино, проиграли деньги, а в 90-ти случаях вы их проиграете, вы ничего не научитесь, только потратите ресурсы. Помните, что за такими системами, которые что-то вам предлагают, ничего не сделав получить, стоит партическая система, и вы от этого будете страдать. Не покупайтесь на подобные предложения. Это как история с Форекс, типа легко заработать деньги. То есть люди в костюмах и белых рубашках говорят, как легко заработать деньги, что вы крутые, вы это можете, надо только внести там сколько-то денег, и вы начнете выигрывать, и не надо быть лоховым, не нужно работать на работе, просто там поиграть на Форекс. То есть зарабатывает на этом единице, проигрывает миллионы. То есть это своего рода лохотрон, то есть у него очень много форм, вот начиная от Форекса, заканчивая компьютерными играми, казино или игровыми автоматами. Поэтому, если вы человек, увлекающийся, в идеальном случае, это, конечно, создать такие, скажем так, компьютерные игры, которые человек развивали, и задача человека, который их создает, не заработать бабла в первую очередь, а помочь людям. То есть если такая программа пишется, то эти игры будут помогать людям, и там будет какой-то эффект развития. То есть человек чему-то научится, добудет какие-то знания, добудет какие-то качества, возможно даже умения какие-то. Вот если это, предположим, лотерея, то эта лотерея находится, она благотворительная, она находится среди какого-то ограниченного круга людей, и собранные деньги пойдут, там, предположим, 90%, то есть какую-то часть небольшую выиграли, основная часть пойдет на реализацию какого-то социального проекта, может быть, семейного проекта, какого-то там дружеского проекта, в кругу, например, у вас какая-то группа друзей, да, и кому-то вам помочь. Вот устраиваете лотерею, например, скидываете денег, ну, вот вам так интересно, предположим, кто-то выигрывает там 10%, то есть несколько раз больше вложил, остальные деньги идут в помощь кому-то из своего внутреннего круга, кому они сейчас необходимы действительно жизненно, например, кто по каким-то причинам не может их сейчас сам заработать, предположим, он, по-моему, говорится, попал в аварию. Именно вот это отношение должно быть у вас существовать как мировоззрением. Помните, что когда вам что-то предлагают получить, ничего не сделав, то есть это первый признак, что к вам приходят паралитические системы, чтобы вас обворовать и сделать из вас донора, то есть сделать из вас зомби, с которым можно воровать ресурсы. И для этого будет придумано много красивых форумов, казино будет для вас сверкать привлекательными огнями, будет реклама, где-то выходит люди, трясущие деньгами, компьютерные игры будут поражать вас своим великолепием, графикой. Игровые автоматы будут зазывно звенеть, но помните, что эта паралитические системы пытаются вас посадить на крючок, после которого вы потеряете ресурсы, как материальные, так и внутренние. Поэтому для того, чтобы жить хорошо, у вас есть другие ресурсы. Это ресурсы саморазвития, то, что вас воспитывает и что-то вас развивает. Вот именно этими ресурсами накапливается, через эти ресурсы накапливается позитивный опыт, поскольку, в том числе, эмоционально-психический опыт. Зачастую люди, которые идут играть в автоматы, пытаются заработать деньги, например, хотят эмоционально-психического опыта, но попутно еще заработать деньги. То есть есть возможность получить этот опыт, и без включения в профессиональную систему, связанную с получением ресурсов, ничего не создав. Это распространенные проблемы, и я предлагаю вам не покупаться на подобные, скажем так, крючки. Есть люди, увлекающиеся, для них это особенно опасно, им вообще нужно эти вещи обходить, скажем так, за километр, потому что кто-то умеет контролировать себя и способен понимать, что он делает, кто-то не отдает себе отчет. Зачастую взрослые люди втягиваются в такие вещи. Известны случаи, когда ставились автоматы игровые, и пенсионеры всю свою пенсию проигрывали. То есть человек, который прожил всю жизнь, понимает, что такое жизнь, что такое хлеб, человек чуть ли не через войну прошедший, и скидывает все денежные ресурсы в автомат. Автомат ему ничего не возвращает, но продолжает скидывать, и скидывать, и скидывать. Такие случаи были, и я слышал, что в многих местах эти автоматы просто начали закрывать, учитывая, что, как правило, эти автоматы открывают мошенники, и все сделано так, что вы не выиграете. Я даже могу рассказать некоторые случаи из жизни. Я как-то плавал на корабле в Швецию, и там стояли автоматы игровые. То есть ты кидаешь монетку в этот автомат, и там, когда монетка пойдет правильно, тебе высыпается еще больше денег. Но их придумали инженеры, и вероятность того, что ты что-то получишь, близка к нулю. Ты скидываешь деньги, перед тобой груда монеток, которая должна упасть, но они реально не упадут. На мошенников работают инженеры, которые создадут такую систему, где видимость того, что вы можете заработать большая, в реальности она практически равна нулю. Выбирайте для своего развития, для наполнения своего эмоционально-психического опыта, что-то, что будет вас развивать. И если вам кто-то предлагает получить что-то, ничего не делая, сразу ставьте значок. Вероятность 90, ну практически 100% это либо мошенник, либо это в чистом виде паразитическая система. Субтитры создавал DimaTorzok